Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, сегодня 61 занятие нашего замечательного курса. Я прошу вас вспомянуть девочку, которая завтра должна исполниться 14 месяцев. У нее вдруг неожиданно поднялась температура 39, сейчас она поднялся в клинике. Зовут ее Бейла Хая Бат Лена, Рфуа Шлема. Я надеюсь, вы меня поддержите. Так, мы в осеннюю субботу вчера послушали недельную главу, которая называется «Вайейра». В ней, как обычно, как часто бывает в книге, пришли много событий. Вот, и очень много интересного. Но, в общем-то, у меня почти не было, практически не было сомнений, что из всей главы выбрать стоит Акиду, поскольку она имеет решающее значение для нашей истории и для истории человечества в целом. И даже, значит, принято читать Акиду иногда перед молитвой. Вот, во многие седуры входит вот этот отрывок с переводом, и после этого идет текст обращения ко Всевышнему. То есть, как и в Роша Шанай, Йом Кипур, так и здесь мы просим Всевышнего отнестись к нам милостиво не по нашим заслугам, а вспомнив заслугу праотцев Авраама, Исхака и Якова, в частности, и Акиду. Ну, в чем тут смысл Акиды? Вот, вы, очевидно, знаете. Может быть, в конце что-то по этому поводу еще добавим. Так, вот он текст, уважаемые товарищи. Сейчас я его ставлю. Ну, так, Натан, ты опять мне не включил демонстрацию экрана. Так, сейчас, секунду, я не успею. Все, да, у тебя есть. Так, вот так. Вот текст 22-го параграфа книги Берешит. Вот, словарь, сейчас я поставлю его в чат. И, значит, напомню мою просьбу, если вы увидите, что словарь заканчивается близок к этому, сразу мне сообщите, и я поставлю следующую часть. Я ставлю целиком, но целиком не вмещается. Это вы понимаете, да? Так, вот он, чат. Что-то я его не вижу. Почему я его не вижу? Почему я не могу включить чат? Что значит не морщить в чат? Ну, я щелкаю по чату и получаю нечто непочатое. Ну, вот ты только что на восклицательный знак от тебя. Восклицательный знак я поставил пару минут назад, еще до того, как мы начали записать. Вот, смотри, я тебе написал что-то. Так, сейчас я просто не вижу чата. У тебя все наверху. У тебя меню пришло наверх. Вот он получился. Так. Непонятно. Да, все ты вклеил, мы видим. Так. Так. Ну, давайте вот так. Вот так. Я поставил заранее файлы на нашу группу в Телеграме. Вот. Но после этого чата я одно слово просто забыл в словарь поставить. Самое последнее. И чуть-чуть я там кое-что подправил. Так что сейчас вариант будет, так сказать, исправленный и доработанный. Так. Опять я не вижу чата. Да что же это такое? Ага. Вот. Там блок, он двигается. Ты его мог убрать куда-то, засунуть. Ой, куда бы мне засунуть чат? Нет, ничего не получат. Ничего не получат. Так же. Ну, что же это такое? Ну, вот. Я еще раз щелкаю по чату. Вы демонстрацию экрана закройте, чтобы легче. Отошлите, а потом снова включите демонстрацию экрана. Тогда... Хорошо, попробуем. Демонстрация. Демонстрация. Я запустил демонстрацию экрана. Всем видно текст, правда? Да. Я рад. Так. Как обычно, если есть у нас новые участники, я для них объясню вот те слова, которые я выделил зеленым, я вставил в словарь. Вот. А желтым я делаю пометки для себя, чтобы вот на этих словах я должен остановиться и их немножко объяснить. Ва-и-ги. И было. Ахар после. А-дварым. Дварым – это слова, это речи. И еще и дела. А-э-ле. Эти. После этих дел. Ве-га-э-ло-гим. Вот это имя Всевышнего, да, показывает справедливый суд. Не милосердие, а именно суд. Ниса – это Абраам. Ниса – это испытал. Ниса-йом – испытание. Нис-йонот. Множественное число. Десять испытаний было у Абраама. Вот. И по одной из версий. Есть просто разные мнения, как их считать. Акида – это десятое и самое важное испытание. Вот. Есть слово «нисуй», что значит опыт, опыт, в смысле эксперимент. Есть слово «ниса-йон», точно так же, как испытание. Это значит еще и опыт, наработанный человеком. Человек опытный – это тот, кто много прошел своей жизни, со многим столкнулся. Это Абраам Авраама. «Ва-йомер элав» и сказал ему, должен подчеркнуть, что когда профессиональный чтец в синагоге читает этот отрывок, меняется интонация. Интонация такая вот протяжная и, в общем, наводящая к глубоким размышлениям. Так. «Ва-йомер элав» и сказал ему, «Абраам обратился к нему по имени Ва-йомер», и сказал он, «гин-э-ни». Вот я вот это вот слово. Да. «Гин-э-ни», то есть «гин-э» – это «вот», «ни» – это «они», «гин-э-ни». «Вот я» означает готовность. «Ва-йомер» и сказал, ну, смотрите, так вот выдается диалог. Каждый раз говорится «Ва-йомер» и не говорится «кто», просто через раз. Это диалог Бога с Авраамом. Значит, первый «Ва-йомер» – это говорит Бог. Так. Второй «Ва-йомер» – это значит, вот это слово говорит Авраам. Да. Дальше снова говорит Бог. «Ках-на». «Ках» – это императив. От «лаках» взять, то есть «возьми». Вот слово «на» означает «пожалуй» и «стах». Есть еще вариант «анна» – «алеф», «нун» – «алеф». Возьми, пожалуйста, «эт бин-ха» – кого? Сына твоего. «Эт ехид» – «ха» – слово «ехид» – единственного твоего. «Эхад» – это один, «ехид» – это единый. «Ашер Агавта», «которого ты любишь». Несмотря на то, что слово «это Агавта» стоит в прошедшем времени, мы переводим его настоящим временем, не «которого любила», «которого любишь». «Эт ицхак ицхака» – «ве лех леха» и «иди себе». Заметьте, что это повторяет название предыдущей главы, когда Бог обратился к Аврааму. «Иди в землю, которую я тебе укажу». «И иди» – «эль эрец гамория» – «в землю, которая называется Мория». Там же находилась и гора под названием Мория. Рамбан, по-моему, это его мнение. Он говорит, что надо было указать это, потому что Авраам знал, где земля Мория, но какая из горы называется Мория? И дала имя всей области. Он, возможно, не знал. Медраж много говорит по поводу вот этого диалога и по поводу других многих мест. Я на этом останавливаться подробно не буду. Мы разбираем сейчас конкретно сухой текст. И дальше. «Ве га аллею шам ле о ла». Эти два слова имеют корень «айн ламед гей». Что такое «оле»? Это буквально «подниматься». В Израиле говорят «подниматься в автобус». «Оле ла автобус» и, соответственно, спускаться из него, а не «входить и выходить». Тот, кто приезжает в Израиль, называется «оле». Новоприбывшие – это «оле» и «хадаш». Так? Потому что поднимаются в землю Израиля. Ну, по двум причинам. И то, что географически она находится выше других мест. И то, что она по значению, по святости, спасибо большое, выше других мест, человек поднимается в святости «оле». Но, 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 есть еще одно значение слова «ола». Слово «ола» – это то, что называется по-русски «жертва всесожжения». Ничего общего нет между русским термином и термином ивритским. Почему это называется «ола»? Потому что туша животного полностью сжигалась на жертвеннике, да? В отличие от других жертвоприношений, от которых части отдавались коинам, части съедались теми, кто приносит это жертвоприношение. Но вот «ола» сжигалась целиком, то есть она буквально поднималась ко Всевышнему и, как, так сказать, раях нехуах, дымом, паром, запахом, вот, приятное благоухание, вот, и по поважению своему она была материальна, вот, теперь полностью из этого материального мира исчезла, то есть остался лишь пепел. Так вот, слово «ха-але-гу» – «подними его», буквально означает именно это, да? То есть вполне возможно такое толкование, что Бог говорит Аврааму «подними Ицхака», а Авраам понимает это так «принеси его жертву Ола». Вот, и сейчас, одну секунду, да? И, в общем-то, получается, что приказание не было нарушено, то есть было исполнено, но исполнено несколько иным образом, а не так, как Авраам понимал, да? Иначе было бы трудно понять, почему Всевышний отменяет свое решение, почему он думал, да? Дима, наверное, нам скажет что-то весьма важное. Нет, я считаю, вообще здесь Всевышний говорит так, как не говорит позже «ваикра». Там везде будет «тикровегу», то есть другой глагол, приблизь. Посмотрите, да, не совпадение, он использует специально Всевышний этот глагол, чтобы запутать Авраама, мне так кажется. То есть фактически вы мое предположение поддерживаете, я понимаю, да? Я поддерживаю, я вижу здесь грамматику, которая за это предположение. Да, 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 да. Я, честно говоря, мысль не моя. Один из знакомых высказал много-много лет назад, когда он только начинал учить Тор и я вместе с ним. Но, в общем-то, я в комментариях этого не нашел, но такое возможно. Так, и, в общем, либо подними его в поднятие, либо принеси его в жертву всесожжения, можно понять и так, и так. Натан, хочешь сказать? Я хотел сейчас... Я помню, я первый раз это услышал, мне это как бы достаточно сильно поразило. Вот то, что мы объясняли слово «ниса», да, «ниса» действительно, «нисайон», в общем-то, по сравнению на слово в современном иврите, когда человек приносит курот хаим, эти кююкулем, или как это называется, да, то там обязательно приказывается «нисайон», то есть там трудовой опыт, как это было, правильно? Ну, поразительно, что это слово «нес». «Нес», «нес» – это по-русски переводится «чудо», а, как бы, в иврите это больше флагшток, это что-то, что ставят и видно издалека. И в этом отношении, как бы, парафраза такая, что то, что сделал Авраам, и понятно, что это акида, которая служит базам, фундаментам, и ануту, то, что евреям отвечает Всевышний, да, вот этого, за то, что сделал Авраам, вот это вот, это некоторый «нес». Вот это вот «нес». В племянном иврите же тоже говорят «валот аля нес». «валот аля нес» – это все равно, как бы, не связано с чудесами, а «валот аля нес», но скажите, что это сделать видимым для всех и некоторым призывным видимым символом, что-то типа этого «валот аля нес». «валот аля нес». То есть он это подчеркнул и, как бы, сделал так, чтобы все это… Поднял это на знамя. Понятно. Любопытно, да, действительно, слово «нес» имеет еще значение «знамя». И вот, например, поселение Нес-Циона – это значит и «знамя в Сион», и значит «чудо для Сиона». Так, да, верно. Так. «Аль-э-ахад-ге-харим» – «на одной из гор». Вот такая вот форма. «Ашер-омар-э-леха», «которую я скажу тебе», то есть укажу тебе. «Ваяшкем-авраам-бабокер». «Ваяшкем» – это значит «рано проснулся». Подчеркивается, что он встал очень рано. Вот словарь нам дает такое значение, именно «яшкем», то есть это «гиф-иль», вставать рано утром или опережать, опережать кого-то в чем-то. Да, Дима, у меня большая просьба, говорите поближе к микрофону, немножко пропадает ли. Нет, я могу сказать, что здесь есть спор с Раги Мудрецов, во сколько он вставал. Так вот, если написано «ваяшкем», а не «вакам», то сравнивается его поднятие с «беламом», его запрягание. Тот ослицу, этот осла, тот брал двух человек, и этот берет двух человек. Так вот, «ваяшкем» – это очень рано, еще до восхода солнца, то бишь ночи. В этом его отличие. «Ваяшкем» – это проснуться за час, еще темно на улице. Угу, 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 угу. Понятно. Ну, коло кого. То есть, это подчеркивает решимость Авраама, что он не пытался отсрочить. Как у нас по-русски говорят, да, получивший приказ «не спеши исполнять», отменят. Авраам хотел, значит, исполнить приказание Всевышнего наилучшим образом. Бабокер утром. «Ваяхавош» – это «хамуро», «ваяхавош» – это «асидлау», «запряг» буквально. «Хаваш» – корень. Значит, слово «хамур» – это «осел», а «ослица» – совершенно неоднокоренное слово, «атон». «Алифтав». Ну, относительно вот родства, упомянутой Дмитрием Валаамовой ослицей с ослом Авраама, есть разные предположения, но пока мы об этом далее. А еще там «осел Машеха», я слышал как-то выступление по этому поводу. Это любопытно, но не имеет отношения к нашей теме. Интересно, что слово «хамур» происходит за слово «хомер». «Хомер» – это вещество. То есть можно прочитать, что «асидлау», «запряг Авраам» свою вещественность, свою материальность. «Вагиках» – вот это тот же корень, что здесь, и взял «этшней» «наарав» двух юношей. Слово «наар» – это юноша, «наарот» – это девушки, «наарим» – это юноши, «итос» – с ним, то есть с собой. Кто были эти «наарим»? Так? Ну, есть мнение, что один из них – это Ишмаэль, другой – это Элеезер. Сколько им было к тому времени? Ну, а скажу самому Ицхаку. Тот, кто читает это первый раз, представляет его таким опытным мальчиком, но даже не по метр-шоу, а по простому счету, ему здесь 37 лет. А Ишмаэль старше его на 12 лет. Да? 13 или 12? 13, по-моему. 13, да, 13, 13, конечно. Нет, 13. Нет, все правильно. 50 и 90. Элеезеру 90, а Ишмаэлю 50. Да, вот такие вот юноши, да. Как сказал незабвенный Астап, «Да, такой мой мальчик, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень». Это тоже выражение из аналогичной книжки, но, правда, не совсем нашей. Так? «Веэт Ицхагам, но и Ицхаха сына своего, воивака отцеола». Буквально «наколол поленья», да, слово «этс» – это дерево, но еще это и полено. Значит, почему подчеркивается, что это были именно дрова для жертвоприношения? Есть мнение, что он не был уверен, что найдет дрова на том месте. Вот. Но есть мнение, что здесь он мог быть переным, что в этих дровах не будет червячков, не будет, как называются эти, насекомые древоточцы, да, что-то такое. Ну, маленькие жучки, которые заводятся в сухих деревьях, и они делают эти дрова, хотя нет, не в сухих, а именно в мокрых. Делают их негодными для именно использования в качестве костра для приношения ола, все сожжения. Они должны быть без порока. Ваякам и встал, и поднялся, Вайелех и пошел Элямам на место Аше Амарлоа Элуим, о котором сказал ему Бог. Ваям Ашлишиев день третий, то есть подчеркивается, что достаточно у него было времени передумать и повернуть обратно. Ваиса, это многознательный корень Нун Син Алиф, который здесь имеет прямое значение поднять Авраам Эт Эйнав, поднял он глаза свои, Ваяр Эт Амакум Мерахок, и увидел место издали. Вайомир Авраам Эль Наарав, и сказал Авраам своим юношам, Шеву Лахэм По, сидите себе тут, имга хамор, с ослом, и то же самое означает с материей, то есть вы остаетесь при своей материальности. Ва Ани Вен Ахана Ар, а я и юноша имеется в виду Ицхак, Нелеха, то есть как Нелех, я вижу, сейчас я предоставлю микрофон, пойдем, ад, ко, до туда, буквально, ко, вехо, это туда и сюда, например, Ваништа Хаве, вот это слово означает поклонимся, ве Нашува, и вернемся, Алэй Хэм к вам. Так, слушаю. Барух хотел что-то сказать, мы вас слушаем. Ага, да. Шэм Ашэм, и тут, и в начале, и здесь он написан с гэй, с артиклем определенным. Да. Я знаю ответ. Что имеется в виду? А, а где здесь? Может быть, другой подразумевает, что бывает другой, может быть, бывает другой всевышний. Дима хочет ответить? Рафшерки знает ответ на этот вопрос. Если с именем Элоким добавляется артикль «Гэй», есть маленький намек на Абадазара. Почему? Ну, то, что сейчас испытание происходит, оно как бы намекает, что со стороны это будет смотреться очень некрасиво. А, жертвоприношение человека? Да. Ну, Баруха имел в виду вот эту букву «Гэй», да? Нет, нет, первая. Перед Алифом. Первая. А, первая – это определенный артикль, да. Ну, я говорю, определенный артикль. А зачем он нужен, если мы знаем, что Бог и Дима? Вот это вопрос. Понятно, понятно. Да, спасибо, Диме. Хотел секунду одну сказать, тоже, когда ты слышал, мне это тоже очень понравилось про Наарим, да, вот когда Аврам они подходили, Аврам у них спросил, вы что-то видите? А эти двое говорят, нет, мы ничего не видим. Тогда он им говорит, ты шву има хамор. Им а хамор, действительно, как бы, из-за того, что ты говоришь, то есть вы как хамор, хамор не видят, и вы тоже не видите, поэтому он их оставил. А сам он не видел облако, висящее на трое. Они не видели пору Мурия, которую, которую, как бы, не показал Авраму специально, что видел только он, видел он, может быть, не знаю, еще и цхак. А эти двое действительно не видели, поэтому он их оставил, он им сказал им хамор. Им а хамор, сейчас Дим, иначе действительно, как хамор. Как хамор не видят, так и вы не видят. Тут проще гораздо, гораздо проще. Смотрите, Ишмаэлю и Элиезеру, он сказал быть по, а с цхаком он пойдет ко. У нас есть два слова, по и ко. По это 85, одной не хватает гематрия до элоким, это природа, это сила, это всесильная, тева. А ко это 25, не хватает до четырехбуквенного один. Вы понимаете? То есть он оставил этих своих, Ишмаэля и Элиезера там, в нашем мире, скажем так, а с цхаком пошел в мир, в будущий, ко, по. В мир надоматериальный. Да, любопытно. Здесь это играется на им. Почему им? На иврите же можно сказать хотя бы двумя способами. Им и эт. Мог сказать эт. Им, им. Это всегда сильнее, чем эт. Им, им. Это действительно, типа, не просто с ним сидя, сиди, как он сидит. Ага. Я понял, что ты говоришь. Оставайся в положении этого хамора, да? Да, 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 да. Оставайтесь как хамор. Оставайтесь как хамор. Я вот, раз уж пошел такой разговор, раз уж мы отвлесим от моей основной темы, вот, я вспомнил развернутый комментарий Рамбана, рабе Мошебен Нахмуд, где он спорит с Рамбамом, Рамбан, 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 вроде бы, утверждает, что Аврам видел ангелов в видении, да? То есть, ему дано было это ощутить, а другие это не видели. Рамбан, наоборот, считает, что эти ангелы действительно приняли вид человека и были как бы людьми воплоти, то есть, их могла софиксировать, например, камера слежения. Вот. А то, что сейчас вот Натан нам сказал, да? Видели облако над горой или видели даже саму гору Мурия? Немножко с этим перекликается, на мой взгляд. Хорошо, продолжаем. Значит, вау. Ва иках Абраам эт отцейга ула и взял Абраам вот эти отцей, дрова, все сожжения, ва, я, сэм, и положил, возложил, то есть, поднял, алицхакабнона ицхака сына своего, ва икахабеядо и взял в руку его эт гаэш, огонь, веэт га маахелет, это слово здесь означает нож. Обычно мы используем такое слово? Сакин. Сакин – это нож, сакин – это также резец, например, фрезерного станка. Вот. Но слово маахелет, которое использовано здесь, происходит, как вы сами понимаете, слово охель, то есть, от вот этого ножа, от того, что было сделано с помощью этого ножа, мы едим до сих пор, мы получаем наше существование, наше пропитание. Я помню, что вот мы читали с моим учителем это, вот, акиду, а потом, когда я пытался говорить на иврите, было это в России примерно лет 40 назад, вот, когда я назвал обычный ножик, чтобы отрезать хлеб, назвал слово маахелет, но мой учитель сразу понял, да, что я имею в виду. Так. Ва елху и пошли шнейхем двое, они и яхда вместе, то есть, как что-то единое. Так. Вот эта фраза встречается нам, мы ее еще встретим, каждый раз подчеркивает она единство, то есть, здесь, может быть, Ицхак еще ни о чем не догадывается, но в дальнейшем, когда он увидел, какую участь ему, какая участь ему уготована, да, ни малейшего сомнения, ни малейшей дрожи не было. В нем, и Медраж говорит, что Ицхак сказал Аврааму, свяжи меня покрепче, чтобы я не дернулся, когда ты будешь залезать меня, и тогда жертва будет негодной, а когда ты будешь рассказывать об этом маме, смотри, чтобы она находилась в надежном месте, чтобы случайно она не упала и не поранилась. Вот так говорит Медраж, Вайомер, Схак, и сказал Ицхак Абраму, авив, отцу своему, Вайомер, и сказал Ави, отец мой, и сказал Вайомер, гинени вни, вот я, сын мой, то есть ответил Ицхаку точно, тем же словом, что и Всевышнему, Вайомер, и сказал, гиняэш, вот огонь, вегаэцим и дрова, вегаэ, гасэлеолам, а где же вот это вот ае, это такой более высотееврит, да, где, то есть вместо айфо, как мы сейчас говорим, сэ это овца, овца, да, ла ула для жертва, для жертвы всесожжения, Вайомер, Авраам, и сказал Авраам, элухим, и ир эло, Всевышний увидит ему, увидит для себя, усмотрит для себя, гасэ, овечко, ла ула, бни, для всесожжения, сын мой, ва елхушнэгэм, яхдав, и пошли оба вместе, ва яво, элхамаком, и пришли на место, ашэр аммар ло, айлухим, о котором сказал ему, Бог, снова, имя Всевышнего, с артиклем, да, ва и вен, шам Авраам, эт амизбэях, и построил, от слова боне, там Авраам, мизбэях, жертвенник, ва я арох, это эт цим, и разложил, уложил, дрова, ну, для жертвоприношения, следовало уложить дрова особым образом, полейницей, чтобы пламя охватило, жертву полностью ее сожгло, да, ва я акод, эт ицхак, вот, от этого происходит название акедат ицхак, то есть буквально это не жертвоприношение, а связывание, в книге Зохар, например, сферот разделяется на несколько групп, и одна вот из групп называется акудим, то есть от вот этого же слова, то есть сферот, который связанный друг с другом, вот, еще где мы это встречаем слово, в описании овец, у Якова немного позже, да, ва я акод, и связал эт ицхак, бно, ицхака, сына своего, снова подчеркивается, что это не чужой человек, а родной сын, ва я сэм о то, и положил его, от слова сим, аль хам из беях, на жертвенник, мима аль, аль, то есть сверху поверх, ла этсим, то есть поверх дров, ва я шлах Авраам, это я до, и послал Авраам руку свою, он, как человек, не мог совершить это действие, и ему пришлось приказать своей руке, да, то есть он буквально послал свою руку, ва я ках, эт амах элет, и взял нож, лишь ход, чтобы зарезать отсюда, шохет, это специалист по резке по убою скота, кашерному, эт бно сына своего, ва икра элав, мал ах, адунай, и обратился к нему, да, воскликнул, позвал его, мал ах, это ангел, ангел Бога, подчеркивается, что это не сам по себе он сделал, а по приказанию Бога, ми нашамаем с небес, ва я мер, и сказал, Авраам, Авраам, здесь дважды повторяется имя Авраама, так, ва я мер, и сказал, вот я, ва я мер, аль тишлах, не посылай аль, в значении ло, то есть не, аль тишлах, не посылай ядха, руку твою, эль ана ар к, в направлении к юноше, в аль, и не таас, то есть таасе, и не делай ло ему, вот здесь такое слово, ме ума, что значит ничего, в современном аврите, используется слово клум, но ме ума, это гораздо красивее, ки, потому что ата, вот это вот слово, от слова эт, это время, а ата, сейчас, в настоящем момент времени, я да ти, узнал я, это, ангел говорит, слова Всевышнего, Всевышнего, ки, яре эло им ата, что боишься, Бога ты, яр а, яр ад шамаин, страх небес, более правильно, наверное, используют слово трепет, пред небесами, есть слово пахад, страх, страх чего-то материального, например, страх обеднеть, или, скажем, умереть, но страх, пред Всевышним, трепет, это скорее опасение сделать что-то не так, нарушить его волю. Так, итак, ты боишься Бога, вело хасахта эт бинха, вот это слово, в словаре, как оно написано, я не нашел, дает, значит, словарь, слово хошех, хошех, это темнота, тьма, хошех мицраем, и тьма египетская. Но у меня есть Масорет от Роши Шива, он говорил, что никогда шин и син не переходят друг в друга. Бывает такое, что син заменяется на самых, да, действительно, некоторые слова могут писаться сином, некоторые с самыхом, вот, и если мы вместо вот этого син поставим самых, то мы получим слово хасах в значении скрыть, как это называется буквально, ла хасох, это сэкономить, да, то есть не отдать чего-то, сына твоего, да, то есть буквально сэкономил твоего сына, да, ты не пожалел твоего сына. Но вот тот перевод, которым я обычно пользуюсь, перевод на русский язык электронный, да, он очевидно исходит из созвучия хасах, хашах, да, не скрыл, то есть не покрыл тьмою, так, сейчас я минутку закончу, это бен хасына твоего, это ехид ха единственного твоего, мимени, от меня, это говорит Бог. Да, Дмитрий? Скажите, вы на учителя сослались, а что он точно сказал? Не может быть чередование из син, из син самых или из самых син? Нет, самых син может быть, а син и шин не бывает. Смотрите, я могу сразу противоречить, в самом начале, в начале нашей главы, аэлуким, нисса, эт абраам, написано самых. Да. Но когда у нас похожая будет ситуация и слово такое же, только на сот, вот в шмот в книге, там Раши говорит, что это возвеличу, возвышу, то есть не сан, не из самых надо читать, а не с шин. Нет, син и самых могут чередоваться, син и самых, в принципе, есть слова, которые могут писаться через, иногда даже пишутся через син, иногда через самых, но, 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 если есть два корня, в котором, который отличается только тем, что в одном шин, а в другом син, это корни разные, которые могут быть чем-то связаны, они могут быть похожи. Ну, например, обыгрывается, что если ты будешь таасер отделять десятину, то та-та-та-те-ашер, разбогатеешь. Тем не менее, корни эти разные. Шин и син, это разные буквы, они занимают одно место в алфавите, так, но, если я говорю, например, что бет и вет, это две формы одной буквы, то шин и син, это две буквы, которые различаются вот диаграфической точкой. Хорошо. Ага, так что син и самых, это милости просим. Скажем, в некоторых седурах, вот, знаете, в шахрит субботы, в хасидском молитвеннике, там идет пиют лыхэй оламим, тому, кто оживляет миры, и он построен по алфавиту, и вот там нужно два слова, два слова, два слова на каждой буквы, да, а барахавы, ну, неважно, в общем, когда доходят до буквы син, да, до буквы самых, до буквы самых, да, трудно найти подходящие по смыслу, два слова, которые начинаются с самых, и вот там используются слова, которые на самом-то деле пишутся с сином, но можно их написать и с самым. Ваиса Авраам, это Инаав, и поднял Авраам глаза свои, вайяр, и увидел вегине, и вот айль, айль, это барам, ахар, что такое ахар? Очевидно, ахарав, сзади, да, не эхаз, не эхаз, охэз, это держать, а не эхаз, был удержим, удержан, да, ба цвах, слово цвах, это кустарник, да, но есть одно слово, евритское, которое я вот только сегодня, благодаря тому, что я готовился к занятию, да, я понял родство вот с этим словом, кто-то может быть догадается, да, ну, бет мы откидываем как префикс, да, вот, а вот этот корень самых, бет, хав, да, сибухим трудности, лэгиста бэях, затрудняться в чем-то, да, то есть буквально в чем-то запутаться, как баран рогами в кустах, бе карнав, слово керен, это рог, и еще керен означает луч, например, луч света в темном царстве, ва елех Авраам, и пошел Авраам, вайках, эдха айль, и взял барана, ва ялеху, и принес его в жертву, все сожжения, ла олла, на поднятие, тахат бно, слово тахат здесь, как и в некоторых других местах, значит не под, и не внизу, и не определенную часть человеческого тела, а вместо, как например, айн, тахат айн, это значит глаз за глаз, глаз вместо глаза, а не перечисление анатомии, ва икра Абрахам, шем амаком, и назвал буквально Абрахам, имя, место этого, агу, того самого, ашем гир-э, Всевышний увидит, гир-э, это будущее время, по але, ашер е амер, как говорится, будет сказано буквально, гаем сегодня, то есть сейчас, бехар гашем е ра-э, на горе Всевышнего, будет, будет увидено, е ра-э, это немножечко другая форма, от того же, корня, корень, рейш алиф эй, так, ва икра малах, ашем эль Абрахам, и воззвал, позвал, ангел, Бога, Божий ангел, кого он позвал, Абрахама, шемит, снова, второй раз, так, минуточку, кажется, кажется, чат появился, нет? нет, 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 не было вопросов в чате, нет, шемит, от слова, шнаим, второй раз, мина шамаим, снова, с небес, ва йомер, и говорит, и сказал, би нишба ти, нишба, от слова, шава, шин бет аин, что означает, поклясться, мною клянусь, неум гашем, слово неум, или ноем, это означает, говорить речь, то есть так говорится, об ораторе, произносить речь, речет Бог, то есть Бог говорит, да, что значит, мною клянусь, говорит Бог, то есть Бог говорит, как я верен, так и слово мое верно, ки я ан, вот это слово, у нас по поводу него, было обсуждение перед началом, перед началом трансляции, да, и мы пришли к выводу, в словаре я этого слова не нашел, если задать это слово, словарь выдает страуса, но честное слово страус, вот не упоминался, я ан, скорее всего, действительно, происходит слово ауне, ла аннот, отвечать, вот, и Дмитрий нас поправил, что это, в танахе, означает не ответить, что там используется слово, лэ га щив, то есть буквально вернуть, а как бы поднять голос, по-моему, так сказал Дмитрий, да, ну, сейчас мы его переспросим, так, значит, ки я ан, ашер асита, но перевод здесь дается такой, за то, что ты сделал, это два раза, дело это, так, или в ответ на то, вот мы можем перевести так, в ответ на то, что ты сделал это дело, вело хасахта эдвинха, и не пожалел, не сэкономил сына твоего, это ехитха единственного твоего, ки, ки, но здесь ки не потому что, а следовательно, ва рех а ва рехеха, благословить, благословлю, вот эта форма, которую трудно переводить на русский язык, но удвоение, корня, означает усиление действия, я точно благословлю, вэ гар бэ, пардон, гар ба, ар бэ, то есть увеличить, увеличу, сильно увеличу, это зар аха, зэра это, семя и потомство, то есть потомство твое, какое потомство, врама, это еврейский народ, да, ке хохвея шамай, кохав это звезда, как звезды небесные, вэ ха холь, и как песок, слово холь, означает песок, еще означает будничность, ашер, который, аль сфат хайям, слово сафа, означает губа, и это же слово означает язык, язык общения, сфат англит, например, английский язык, или сфат эмет, то есть язык истины, вот, ям это, конечно, море, как песок, который на берегу моря, ва ер аш, зар аха, и овладеет потомство твое, йореш, это вступить в права наследия, еркша, это то, что передается по наследству, йорешет, это наследственность, да, или, так я говорю, мораша, это наследие, так, корень юд реш шинда, и овладеет потомство твое, эт шар ой вэха, вратами врагов, эт шар ой вав, вот, врагами, извините, вратами врагов их, то есть победит врагов, вэгид барху, и благословя, цэйтэ гид паэль, от барах, благословить, ба зар аха, потомством твоим, коль го ей аарец, все народы земли, аэкэв, экэв, в данном случае, за то, что, да, не слово, о кэв, что означает пятка, в общем-то, это связано, так, экэв, ашер шамата беколи, за то, что слушался ты, голоса моего, слово, шомеа, это значит, просто слышать, а шомеа беколь, слушаться, то есть, исполнять, ва я шав Авраам, эль на арав, и вернулся Авраам, к своим отрокам, ва я куму, и встали, ва я лху, и пошли ях дав вместе, эль бээр шава, в бэр шеву, где тогда жил Авраам, ва я шеф Авраам, ай, нет, извините, нет, извините, Авраам вышел из Хеврона, да, но в Хеврон он не явился, не вернулся, ва я шеф Авраам бив эйр шава, и остался, и поселился Авраам в бэр шеве. Ну вот, я думаю, мы здесь на сегодня остановимся, тут есть еще небольшое дополнение, которое читается в качестве мафтира, я скажу только вот по поводу этого слова, пилэгэш – это наложница, то есть этот статус немного пониже жены, с наложницей не было кубы, соответственно, не было ктубы, вот, и при разделе имущества она не получает таких прав, пилэгэшо, уфилэгэшо, это и наложница его. Я хотел последние минуты, ну, во-первых, вопросы, если есть, а во-вторых, тему, которую мы затронули в прошлый раз, продолжить. Имеется в виду весьма интересное стихотворение, стихотворение Хайма Нахмана Бялика, которое называется «Лобаём ве лоба лайла». Так, сейчас, минуточку, я должен его открыть. Пока, пожалуйста, если есть вопросы, буду рад. Подай, дамы, вопросы вообще-то. Так, я переключаю тогда, новую демонстрацию делаю, да? Вот. Вот. Значит, тем, кто не был у нас на прошлом занятии, я напомню, что в качестве, как бы, перехода от иврита, анахического к ивриту современному. Я взял некое произведение, которое было написано, в общем-то, не так давно. Вот. Хайма Нахман Бялик в 24-м году переселился в землю Израиля. Почти наш современник. Вот. Но написано на очень высоком, практически, анахическом иврите. Вот. К этому произведению я прилагаю перевод, довольно вольный перевод, явно у нашего современника Вити Шапира из Калининграда, который нам на прошлом занятии даже исполнил это произведение. Вот. Но сегодня, очевидно, опять придется мне. Так. Вот, давайте посмотрим, что. Вот это мы, кажется, разобрали, да? Абмерка Я снова повторю то, что говорил на прошлом занятии, да? Поскольку Бялик писал с ударениями, характерными для ашкенасского произношения, да? Мы не сможем, мы не сможем спеть на современное ивритское произношение, где ударение стоят по-другому. Поэтому все равно у нас получится немножечко не так, как говорят сейчас. Но вот специально по просьбе автора перевода я написал здесь, ну, вам на самом деле вас это может немножко смутить, да? Ашкенасское произношение, то есть, как читал, очевидно, сам Бялик. Меркава это повозка, ну, также слово Меркава называется что? Натан знает, но молчит. Что, 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 что называется словом Меркава, то есть, у современного израильтянина слово Меркава какие вызывают ассоциации? У нас танк вообще-то пожили. Конечно, танк, да? А у человека, который хорошо знает Танах и хуже знает Цагаль, что такое Меркава? Это колесница, божественная колесница, да? То есть, это некий образ, как Всевышний управляет мирами. Ма-се Меркава, Ма-се Меркава. Ма-се Меркава и Ма-се Берешит, да. Я-Авор пройдет Швил-о, Швил-это шоссе, это путь, да? На колеснице ли пройдет он путь свой? Им, в данном случае им, не, если, а, или, бе макло у тормило. Макель – это посох, тормиль – это рюкзак, в том числе и в современном Абрите. То есть, приедет он на колеснице или придет он пешком с посохом и котомкой, а перевод, вольный перевод здесь такой «Он приедет к нам в карете или на велосипеде». немножко осовремененна. Так. «О маё вели шилуми им» и что он принесет мне как оплата, как, ну, талмудический трактат Кедушин относительно свадеб, да, начинается с того, что есть три способа приобретения жены, и вот один из них – это имущество. Именно поэтому, ну, принято в качестве подарка использовать кольцо, кольцо обручальное, значит, жених дарит невесте, а перед этим должен убедиться свидетель, как правило, тот поставит Хупу и Кедушин, что это кольцо действительно имеет хотя бы минимальную ценность, да, но, в принципе, талмуд рассматривает и другие варианты, не только кольцо, так вот, что он подарит мне шилумим, лешалем, это значит платить, в качестве оплаты, хорузей пниним им альгумим, пниним это жемчужины, хоруз это ожерелья, хорузей, еще слово хоруз, что означает в современном иврите? Рифмо, рисно, куплет, да, да, рифмо, рифмо, хорузей, кент, им альгумим, или же вот альгумим я нашел перевод, перевод как сандалии, может быть другой перевод? Так, он подарит мне бриллианты или книжек фолианты, так, ума тааро, и каково описание его, каков его вид, шем-тоар это прилагательное, тор и шон, тор шини это, как это по-русски называется? научная степень, по-моему. Ну, что-то такое, тор и шон это тот, кто закончил колледж, четыре года обучения, тор шини это шесть лет обучения, так, вот, но здесь это как описание, цах им шахор, цах это чистый, без примеси, им шахор, шахор это черный, то есть, имеется в виду, каков он, он с сединой или он чисто черный, без примеси седины, альман гу им одо бахур альман это вдовец, да, альманавдова им или одо слово од имеется в виду адаин все еще бахур словом бахур парень здесь передано, что он еще не женат или он еще молод не женат, да, как говорит нам перевод, да, что там в переводе, да, он приедет к нам в карете или на велосипеде носит кудры или стрижку, так условно, он вдовец или мальчишка, ну, давайте добьемся его нет из стихотворения, так, так, шема закен, закен это старец от этого же слова закан, закан борода, ну, считается, что человек солидный должен носить бороду, но мы с Натаном знаем, что это вовсе не признак старости, да, то есть вот цах-ин-шахар, да, вполне к нам относится, я думаю, да, цах-ин-шахар, да, да, так, минуточку, где я, вот, когда он встает на рассвете, то он прозрачный, вообще, разум прозрачный, вот это вот слово шема, оно используется в Талмуде, скорее всего, это арамеизм, что если, или вдруг если, шема, так, что если он, а вдруг он стар, да, вдруг он старец, шита-това, шита-это акация, которой девушка обращается, това, хорошая моя, аз, тогда ло эшма, тогда я не послушаю, я не буду это слушать, аз ло ове, тогда не захочу, ове, это вот такое архаичное слово, подчеркивает словарь, да, означает желать, тогда я не буду этого желать, я не хочу этого, омар ле ави, скажу я желанию своему, я думаю, что скорее всего, это имеется в виду не ави, отец, а тот же корень, что вот здесь, аба, да, омар ла ави, га митэйни от слова мет, мет это умереть, ле гамит это сделать мертвым, умертвить, га митэйни умертви меня, убей меня, у в я закен, но в руку старца, аль титэнэйни, не передавай меня, омар ла ви амитэйни, оли адазокин, аль титэнэйни, так, и последние, последние, последние слова, ле раглав эполь, в э шакен, в ноги ему упаду, и в э шакен, почему-то я не перевел это слово, и умолять буду, ах ло закен, только не старый, ах ло закен, только не старец, ле раглав эполь вэ шакен, ах ло закен, ах ло закен, но теперь вот вольный перевод, который предлагает нам Виктор Константинович Шапира, носит кудри или стрижку, он вдовец или мальчишка, об одном прошу, ромашка, не хочу я, старикашку, мне любой годится в пару, но не старый, ах не старый, я отдельно поблагодарил автора перевода за вот такое вот созвучие, здесь вот слово ах означает только, а в русском переводе оно сохранилось, но сохранилось как вот выражение эмоций, ах ло закен, только не старый, ну вот, вот такое, такое стихотворение, да, на высоком иврите, но в общем на вполне актуальную тему, да, если есть у нас молодые девушки, я знаю, что они есть в нашем уроке, то они поймут все чувства. Мы не понимаем, мы не молодые, мы не понимаем, а где молодые девушки-то? Да, да, ну вот с лучшими словами, и если можно, помените к добру, попросите здоровья для Бейлы Хаи, дочери Анны. Спасибо, спасибо. Так, еще не поздно вопрос задавать, я пока ищу ту. Так, ну прекрасно. Натан, ну вот я, так сказать, от себя вот придумал это стихотворение, которое просто было у меня на ходу. Вот, а если мы что-то добавим, ну вот на последних минутах следующего занятия, это я попрошу тебя что-то найти, подсказать, может быть, мы с тобой созвонимся, и кто-то найдем, да? Да. Да, будем надеяться, ну пораньше, чтобы я успел подготовить. Нет проблем. Да, всего наилучшего. Если есть у вас знакомые, которым были бы интересны эти занятия, пожалуйста, присылайте. Если есть у вас пожелания и к проведению, и к материалу, пожалуйста, я, что называется, замин. Меня можно найти, ко мне можно обратиться. Окей, спасибо. Всем счастливо. Пока-пока. Пока-пока.